Рынок Алтайского края заполонили компании, которые предлагают быстро и недорого решить вопросы по перерасчету пенсии или получению кредита, уменьшению процентов. Но, как выясняется, в большинстве своем это фирмы-мошенники, которые буквально навязывают свои услуги, используют самые изощренные способы обмана клиентов, а вот за результат дела, как правило, не отвечают. Как не нарваться на псевдо-юристов, спросим у заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Натальи Корябиной. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Действительно ли много развелось у нас юридических псевдо-компаний? Да, в последнее время с мошенничеством граждане встречаются чуть ли не ежедневно. К нам в управление поступают обращения граждан, в которых они указывают, что им на телефоны поступают звонки от неизвестных лиц. И эти лица очень сильно навязывают им приобретение различных товаров и услуг, и в том числе юридических услуг. Насколько разнообразные схемы используют мошенники? Мошенники используют очень разнообразные схемы. Могу привести один из пример таких схем. Гражданину на телефон поступает звонок от неизвестного ему лица. И гражданина настойчиво убеждают прийти на бесплатную юридическую консультацию. Но поскольку у нас у всех есть какие-то вопросы, которые требуют решений, и зачастую иногда мы сами их решить не можем, и вынуждены обращаться к специалистам в какой-либо области, граждане, естественно, соглашаются, тем более консультация первая бесплатная. Поэтому граждане соглашаются и приходят на эту консультацию. Прием ведет обычный рядовой специалист-юрист, который внимательно выслушивает гражданина, изучает его документы и задает определенные вопросы гражданину. После этого он приходит к выводу, что да, у вас очень сложная ситуация, и здесь необходима помощь уже более такого квалифицированного специалиста. И приглашают этого якобы квалифицированного специалиста, который также слушает гражданина, задает вопросы. И гражданину также приходит к выводу, что у вас ситуация очень сложная, но при этом у нас уже есть положительные решения в этой области. И если вот вы согласитесь, то тогда мы можем вам помочь, и обещают стопроцентный результат. Ну, гражданин соглашается, как правило. Ну, для особой важности могут также пригласить еще и директора, руководителя фирмы, который говорит, что если вы подпишете договор именно сегодня, то мы предоставим вам скидку. Ну, граждане не любят переплачивать за эти услуги, и поэтому они, как правило, соглашаются на подписание такого договора. И юридические компании вызывают определенные эмоции у гражданина, и гражданин под влиянием этих эмоций подписывает все документы, которые предоставляются ему для подписи, практически не читая. В этом-то и основная ошибка граждан. Кроме того, гражданину еще внушают, что подписать договор нужно именно сегодня, действовать нужно именно сейчас, потому что любое промедление уже может привести к тому, что вопрос гражданина вообще не решится. Ну, и поэтому граждане под влиянием таких эмоций, они подписывают договоры, не глядя, не читая. Ну, и, к сожалению, вопросы, как правило, не решаются. Чувствуют тревоги, страха, и еще и торопят при этом, получается. Еще и торопят, не дают ознакомиться с условиями договора. Вот эта схема наиболее распространенная или есть еще какие-то? Эта схема наиболее распространенная. После этого, возможно, несколько путей развития. Один из этих путей, после того, как юридическое лицо получил, ну, юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, после того, как они получили деньги от гражданина, они теряют всякий интерес к нему и перестают отвечать на телефонные звонки. Либо, возможно, такая ситуация, что все-таки на телефонные звонки отвечают, но при этом объясняют гражданину, что ваш вопрос еще решается, ждите. И гражданин сидит и ждет. При этом, даже вот, например, если гражданин обращается в юридическую компанию для того, чтобы ему не начисляли проценты по кредиту, ему могут сказать еще и так, что вы вообще не обязаны платить по кредиту. Вы вот пока идет вот это судебное разбирательство, вы не платите, и в итоге гражданин тратит деньги на юридические услуги, на якобы юридические услуги. И плюс к этому у него еще постоянно растет долг по кредиту. Кто чаще всего становится жертвой таких псевдо-юристов? Юристы, как правило, ориентированы на доверчивых граждан, а это, как правило, пенсионеры, лица пожилого возраста и те лица, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это могут быть еще и многодетные семьи, у которых низкий уровень дохода и низкоматериальное положение. И вот, к сожалению, они этим пользуются. У граждан отсутствует, как правило, знания в области юриспруденции, и они вынуждены просто обращаться к таким юристам. Но, к сожалению, они хотят получить квалифицированную помощь, но и не получают ее в итоге, как правило. Еще и себя загоняют в большие зачастую долги, как я поняла. Да, большие финансовые потери несут уже в связи с этим. Вот как правильно распознать мошенников, что должно насторожить, кроме того, что мы с вами уже обсудили? Ну, во-первых, как я уже сказала, это бесплатная консультация. Но также и добросовестные юристы тоже могут пригласить на бесплатную консультацию. Как понять, бесплатные юридические услуги есть, которые вполне себе добросовестные компании предлагают. И здесь, что называется, бесплатный сыр в мышеловке. Как развести эти вещи? Ну, во-первых, можно зайти на сайт организации, посмотреть, есть ли информация какая-либо, в принципе, об этой организации, какие отзывы они пишут. Добросовестным юристам нечего скрывать, и они с удовольствием размещают о себе всю эту информацию, могут даже публиковать некоторые дела, уже выигранные дела. Недобросовестные же юристы, как правило, скрывают эту информацию о себе. Вот какая должна быть информация? Давайте прям проговорим, может быть, так четко, там, не знаю, лицензии, еще какие-то данные выходные. Нет, эта деятельность не лицензируется, к сожалению, не лицензируется, может быть, тогда меньше было бы нарушений в этой сфере. Это наименование своей организации, организационная правовая форма, если это юридическое лицо. То есть не просто там, например, правовая помощь гражданам, а вот там ООО и ИП, либо какой-то контактные данные, телефоны. Это может быть и даже фотографии специалистов. Здесь нужно еще почитать отзывы о фирмах. Как правило, граждане любят оставлять отзывы, особенно негативные, поэтому можно много найти информации в интернете. Обязательно нужно просто зайти, ознакомиться, узнать всю информацию об этой, получается, компании, почитать отзывы. Конечно, ознакомиться с прайс-листом обязательно. Что еще нужно знать человеку, прежде чем довериться такой компании, юридической компании? Гражданин, прежде чем обратиться к юридическому компанию, может, например, обратиться к своим друзьям, к родственникам, которые уже непосредственно пользовались юридической помощью каких-то организаций. И если есть уже положительное решение дела, то лучше обратиться, конечно, к такой организации. То есть, опять же, что называется, навести справки об этой фирме? Конечно. Правильно ли я еще понимаю, что особое внимание нужно уделить договору? Да, абсолютно верно. Договору нужно уделить особое внимание, поскольку гражданин, как правило, как я уже сказала, он подписывает договор под влиянием эмоций. И вот в таком эмоциональном состоянии он просто не имеет возможности тщательно ознакомиться с условиями договора. А это необходимо сделать. Особенно необходимо изучить предмет договора, поскольку зачастую в предмете договора указываются те действия, которые не относятся к тому вопросу, с которым гражданин когда-то обратился в эту юридическую компанию. Например, гражданин обращается для того, чтобы ему осуществили перерасчет пенсии, или списали долги по кредиту, или, например, помогли в получении кредита, оказали помощь. А по факту в предмете договора оказывается, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны оказать информационные услуги, провести правовой анализ ситуации и просто направить запросы в госорганы, которые, по сути дела, ничего не дают. И гражданин все эти услуги мог бы получить на безвозмездной основе, если бы самостоятельно обратился в госорганы. То есть это такие неконкретные, достаточно размытые услуги, да, в формулировке размытые? Они достаточно размытые услуги, и, например, гражданин приходит для перерасчета пенсии, а по факту в договоре написано «направить запрос в пенсионный фонд и запросить пенсионное дело». Но по факту гражданин может самостоятельно обратиться в пенсионный фонд и запросить это пенсионное дело бесплатно. Вообще, наверное, перерасчет пенсии только сотрудники пенсионного фонда могут сделать? Конечно. Какие другие юридические компании? Конечно. Могу привести пример. Вот недавно к нам поступило обращение гражданки. Гражданка пишет, что ей также на телефон поступил звонок от неизвестного ей лица. И ее спрашивают, вот как вы, вот разве еще вы подавали заявление на перерасчет пенсии? Гражданка, естественно, говорит, что нет, не передавала. Ей говорят, вы разве не знаете, сейчас вот законодательство изменилось немножко, вступили изменения, и теперь вы имеете право на увеличение вашей пенсии ежемесячной. То есть у гражданки пенсия была 15 тысяч рублей, ей дополнительно еще пообещали, что у нее будет доплата 20 тысяч рублей. И плюс к этому, если она успевает подать заявление в этом году, то тогда ей еще компенсация будет 30 тысяч рублей сверху. Ну, гражданка, естественно, подумала, ей, тем более, еще пообещали, что первая консультация будет бесплатна. Гражданка пришла в юридическую фирму, заключила договор, все подписала. Потом проходит где-то полгода, естественно, и пенсию не пересчитали. Пишет нам обращение. Мы читаем, изучаем, анализируем договор. И в договоре, в предмете договора как раз-таки указано, просто направить запрос в пенсионный фонд. Ну, запросто, например, юридическая фирма сделала в пенсионный фонд, но там не сказано, что даже получить ответ, проконтролировать получение этого ответа, направить его гражданке потом по факту. Ну, вот гражданка в результате потратила 10 тысяч рублей на юридические услуги и по факту ничего не получила. Вопрос ее так и не решился. То есть здесь либо нужно в госорганы просто обратиться и спросить вообще вот предмет договора, как он вообще не ущемляет ли права потребителей, какие там условия, соответствуют ли они действующему законодательству, не соответствуют. И если же все-таки гражданин решит самостоятельно заключить этот договор, не прибегая к помощи таких экспертов, то тогда необходимо очень внимательно его прочитать. Возможно даже, если будет такая, конечно, возможность взять этот экземпляр договора и просто самостоятельно, потом еще спокойно, в спокойной обстановке дома его еще раз прочитать и изучить. Если каких-то там условий не будет, то гражданину следует указать в юридической фирме, чтобы они это условие туда включили. Это очень важно. А вообще такие фирмы, они могут дать договор, обязаны дать договор, допустим, домой там для подробного изучения? Нет, они могут не давать, но если... И это должно, наверное, насторожить, да? Это должно насторожить, да. Но если это добросовестная фирма, то в принципе им скрывать нечего. Они, как правило, предоставляют эти экземпляры договоров и некоторые фирмы даже размещают их на своем сайте. То есть если я попрошу договор, то, по идее, мне должны не препятствовать дать его на изучение, и потом я уже могу его подписать. Да. Опять-таки в этом предмете договора могут быть просто пустые строки, которые заполняются уже непосредственно, когда гражданин придет в юридическую фирму для заключения этого договора. Поэтому здесь очень важно, очень внимательно изучить этот договор. Прямо перед самим еще подписанием, что там написали, включили. Посмотреть, чтобы в договоре были указаны сроки исполнения работ. Вот если человек уже подписал договор с такой псевдокомпанией, помимо финансовых каких-то дополнительных расходов, вот вы рассказывали, да, на примере женщины, чем еще это может быть чревато для людей? Ну, чревато, вот как вы сказали, уже финансовыми потерями и тем, что, скорее всего, его вопрос не будет решен. Ну, потому что предмет договора будет вот такой вот сомнительный. И еще, когда гражданин подписывает договор вот в эмоциональном таком состоянии, ему, как правило, для подписи предоставляется еще и акт выполненных работ. Вот гражданин его заранее подписывает, ну, а согласно акту выполненных работ, он уже тогда претензий к качеству и полноте оказанных ему услуг не имеет, что соглашается с тем, что услуги оказаны ему в полном объеме, что это именно то, с чем он обратился. То есть одномоментно, одновременно дают договор и тут же акт выполненных работ. Тут же акт выполненных работ, не дает гражданину время подумать, гражданин подписывает акт выполненных работ, потом, придя домой, уже начинает внимательно изучать этот договор, ну, это в лучшем случае, что начинает изучать. И тогда уже обращается в суд. Приходит осознание. Да, обращается в суд для возврата денежных средств. Как правило, в судах ему отказывают. А вот обращаться в суд или обращаться к вам, как правильно действовать? Если проанализировать договор на предмет включения в него условий ущемляющих права потребителей, можно обратиться будет к нам в управление. Если для возврата денежных средств, то здесь уже необходимо будет обращаться в судебные органы, поскольку это прерогатива только в судебных органах. Как правило, суд отказывает. Почему? Почему? Потому что очень сложная доказуемая база. Очень сложная доказуемая база. Дело в том, что если акт выполненных работ не подписан, то здесь уже у гражданина есть шанс вернуть денежные средства, хотя бы часть денежных средств. Потому что у нас по закону о защите прав потребителей, согласно 32-й статье, гражданин имеет право в любое время отказаться от договора об исполнении услуг и вернуть часть уплаченных денежных средств за вычетом фактически понесенных расходов. Фактически понесенные расходы уже должно доказать уже непосредственно либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, то есть та фирма, которая оказывала услуги гражданину. В этом случае у гражданина есть возможность получить хотя бы часть денежных средств. А если подписан акт выполненных работ, ну здесь, как правило, уже без вариантов. Наталья, и очень лаконично в завершении интервью, вот может быть уже из вашего опыта, сколько в среднем за свои услуги берут такие псевдокомпании и совет людям, которые, быть может, сейчас столкнулись с острой необходимостью юридических услуг? Стоимость услуг варьируется где-то примерно от 10 тысяч рублей до 50. Вот так. Ну 50 — это если там уже прям в суде представительство идет. А советы гражданам, ну самый важный совет — это необходимо вообще в принципе все документы, которые подписываете, необходимо читать, прочитывать сначала очень внимательно. Если отсутствуют какие-либо познания в этой области, можно обратиться в госорганы, можно обратиться к другому юристу, можно забрать экземпляр договора и подумать, еще раз потом обратиться уже в другую компанию, если эта компания по каким-то причинам не устроила. Можно уже тогда, если это, например, люди пенсионного возраста, не рекомендуется одним вообще ходить, заключать такие договоры. Можно взять с собой там племянника, внука, дочь, сына. Ну в общем, чтобы не одному туда прийти. Быть максимально бдительными. Быть максимально бдительными, да. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо. Спасибо.